Максим, я знаю, вы следите за нашим интернет-каналом ТВ Совхоз. Как вы прокомментируете происходящее в Совхозе события с назначениями директора школы, нового главы? Что вы по этому поводу думаете? Беспредел, произвол. И все это кончится тем, что не будет всего того прекрасного, что за моей спиной. Знаете, люди. Ваши поля, на которых вы сейчас зарабатываетесь без денег, будут просто уничтожены. На их местах будут стоять 16-24-этажные коробки. Тут будут бегать гости из ближнего зарубежья толпой, которых сюда будет Собянин заселять, чтобы они потом рабами работали в Москве. А вы будете искать себе работу в другом месте, будете в Москву ездить на работу. Все это кончается тем, что все обещания, которые они давали всем совхозам, которые тут были рядом с Москвой, Таких совхозов немало и по Ярославскому шоссе, и по другим направлениям. Совхозов-то нету. Их земли застроены или дачами, либо элитными поселками, либо бюджетными домами, либо торговыми центрами. А люди превращены в рабов. Так же и вы будете превращены в рабов московского жирного, наглого капитала. Московского и московско-областного. Создайте в совхозе совет. У вас же тут есть муниципальное образование совхоза, не ленина, да? Я понимаю, что есть совет уже там депутатов и так далее, но совет как массовое движение. Как массовое. Это одна из форм, это не панацея. Но чем больше вы сейчас создаете структурных подразделений, профсоюз, совет, совет рабочих коллективов, совет рабочих совхозов, совет друзей, клуб друзей совхоза имени Лейна, тем больше у вас будет инструментов мобилизации. Биться все равно придется. Добром ничего не кончится. Все суды подложные, поддельные, все будут работать на рейдеров. Это надо понимать. Поэтому, если вы хотите защитить, обрести право свое и защитить его, надо быть готовым сражаться за него. А вы как-то готовы принимать участие? Конечно, обязательно. Я буду рада только... Я буду рядом, только позовите. Я готов. Унижение человека труда мы же должны будем прекратить. Каким-то образом. Когда-то человек труда тут не просто робко отойдет в сторону, понурив глаза и согнув плечи, а распрямит плечи и скажет, все, стоп, это моя земля, мой завод, мой совхоз, мое производство. Пошли вон отсюда, бесы. Единороссные. Когда-то же это надо сказать.